На канале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас вот такой вопрос тоже часто встречающийся. Грех ли усыплять животных? Дело в том, что вообще, если мы к этому вопросу подходим чисто теоретически, усыплять животных не грех. Человек в этом мире поставлен царем и все что есть на земле передано ему в пользование и, например, даже в пищу. Мы подавляющим учрежденствуем за редким исключением монашествующих постников или стремящихся к ним или может быть людей по каким-то другим соображением веганствующих, например, мы употребляем животных в пищу и не очень сильно задумываясь над тем, что эта курица тоже когда-то бегала, а у этого поросенка была единственная дорожка славы на скотобойню. Грустно это, конечно, но мы об этом не задумываемся и, соответственно, пользуемся, выращиваем этих животных, например, специально для того, чтобы их убить. Максимально гуманным способом, так чтобы они поменьше мучились. Ну, а в общем-то, как получится. То, что касается домашних животных, не тех, которых мы употребляем в пищу, раз вопрос святого усыпления, скорее всего, вопрос касается кошечки или собачки, здесь вопрос примерно такой же. Эти животные, они даны нам вот в друзья и меньшие братья, с которыми мы вольны поступать так, как нам представляется нужным. Например, опять-таки, если мы возьмем исходно, кошка нужна для того, чтобы ловить мышей и мурлыкать младенцев, собака нужна для того, чтобы сторожить дом, а конь нужен для того, чтобы на нем ездить и пахать, а корову, чтобы давать молоко. Вот именно так практически люди тысячелетиями относились к своим животным. Если, например, животные болели, они могли их жалеть, они могли их лечить, но если это не представляется возможным, они, соответственно, жизнь их насильственным образом заканчивали. Никакого усыпления, конечно, никогда не было, а животные, простите уж за подробности, просто резали и заканчивали тем самым их мучения. В 20 веке животных начали очеловечивать, то есть наделять их теми качествами человеческими, которыми они не обладают, считать их реальными членами семьи, относиться к ним соответствующим образом. И понятно, что для христианина эвтаназия человека абсолютно недопустимая вещь. Если мы переносим на наше животное человеческие представления, нам кажется, что эвтаназия животных также является вещью недопустимой, хотя, как я уже сказал, с точки зрения церкви это не так. Но если вы в сердце своем относитесь к вашему животному как к человеку, то не рассуждая сейчас хорошо это или плохо, вы, конечно, не сможете его усыпить. Если вы его усыпите, ваша совесть не даст вам потом спокойно спать. И поэтому строго спросите себя, насколько для вас это допустимо? Не объективно с точки зрения церкви, грех это или не грех, а для вас лично насколько это допустимо. С точки зрения церкви это допустимо. А если для вас лично это недопустимо, то не делайте этого, потому что Господь словами апостола Павла в его послании говорит нам, все что не поверит грех. То есть если вы совершаете что-то против своей совести, что объективно с точки зрения бога и церкви грехом не является, но для вас вы не можете считать это неправильным, ненужным, невозможным, недопустимым, но делаете это, то вы совершаете грех. Поэтому в данном случае грех это или не грех будет зависеть не от учения церкви, а от вашего личного восприятия. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.